Итак, для того, чтобы придать твердому куску шоколада некую желаемую форму, плитки, фигуры, заглазировать конфету или батончик, его сперва необходимо растопить, а затем прикристаллизовать. Иными словами, привести шоколад в рабочее состояние. Перед прикристаллизацией разогреваем шоколад до 45 градусов. Сделать это можно разными способами, например, в микроволновке или с помощью водяной бани. Контролировать температуру во время работы с шоколадом удобнее всего с помощью пирометра, который позволяет измерять температуру максимально быстро и бесконтактно. При растопке шоколада важно придерживаться некоторых правил, чтобы не начать с досадных ошибок и не отправить свое первое шоколадное изделие в мусорное ведро. В микроволновке твердые кусочки шоколада важно растапливать короткими сессиями по одной минуте, чередуя с перемешиванием. Как только шоколад перейдет в жидкую фазу, сокращаем время и продолжаем нагревать до нужной температуры сессиями по 30 секунд. Не забываем перемешивать. Мощность микроволновки при этом устанавливаем 800 Вт. Если оставить шоколад в микроволновке надолго, есть риск его сжечь. То, что натуральный шоколад не горит, это выдумки и мифы из сети. Шоколад прекрасно горит и, к несчастью, восстановлению не подлежит из-за устойчивого запаха гари, который масса пропитывается моментально. Если у вас нет микроволновки, можно использовать водяную баню. Пережечь шоколад в этом случае почти невозможно, но зато нужно тщательно избегать попадания воды в массу. Даже небольшое количество влаги приводит шоколад к его резкому загущению. Поэтому при использовании водяной бани нельзя накрывать емкость шоколадом крышкой, чтобы не образовался конденсат. А также нельзя использовать мокрый инвентарь для перемешивания шоколада. Что касается максимально допустимой температуры нагревания шоколада, то не стоит перегревать его выше 50 градусов. Особенно это касается белого и молочного шоколада, в составе которого присутствует сухое молоко. В перегретой массе частицы молока начинают слепаться, образуя твердые комочки. Этот процесс называется коагуляция. Если это все-таки произошло и вы перегрели шоколад до коагуляции, можно процедить его через сито, чтобы отсечь твердые кусочки и продолжить работу. Но лучше все-таки тщательно следить за температурой и не допускать перегрева. Растапливать большие объемы шоколада лучше с помощью специального оборудования. Подробнее о котором я расскажу немного позже в отдельном уроке. Итак, мы разобрались с растопкой шоколада и можем переходить непосредственно к методам прекристаллизации. Следующий урок мы посвятим темперированию. Одному из наиболее известных методов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова